Бывший руководитель 4-го пассажирского предприятия Александр Чертоляс выразил соболезнования родственникам погибших в автомобильной аварии на Сыропятском тракте. С момента трагедии прошло почти два года. Якобы только сейчас он смог обратиться к пострадавшим, потому что раньше суд запретил ему контакты с ними. В своем последнем слове он привел несколько доводов своей невиновности. И судя по его словам, в аварии виноват только погибший водитель пассажирского автобуса. Напомню, в столкновении с КАМАЗом, груженным кирпичом, погибло 16 человек, пострадало еще 11. Сейчас родственники также через суд добиваются материальной компенсации. Общая сумма исков 22 миллиона рублей. Второй обвиняемый в этом деле начальник автоколонны Валерий Коченевский вовсе отказался от последнего слова. Оба подсудимых свою вину так и не признали. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проще говоря, они допускали, что водители в 4-м ПТП систематически перерабатывали и в буквальном смысле засыпали за рулем. Как считают следователи, то же случилось в день трагедии. Александр Любовцев за руль автобуса сел после 12-часового рабочего дня. В дороге с ним случился тепловой удар. Да, переработка есть, ее никто и никогда не отрицал. Но водители работали на основании желания больше заработать и на основании написанного заявления, как то рекомендует трудовое законодательство. С водителей взяты заявление о согласии работать сверхурочно. В расчетных рисках водителей проведена оплата за сверхурочную работу согласно кружевому законодательству. Обвинение просит для Чертоляса 7 лет колонии общего режима, для Коченевского 5,5. Арина и также прокуратура настаивают на том, чтобы на два года запретить обоим работать в сфере пассажирских перевозок.